Всем привет! Это новости АФК Системы. С вами Ольга Хмелевская и Элизабет Люкшинова. Мы решили посвятить этот новостной дайджест теме широкого географического присутствия активов группы АФК. Начнем с Горного Алтая, где мы сейчас и находимся, на территории природно-оздоровительного комплекса Cosmos Collection Altai Resort. Здесь 8 сентября проходит стратегическая сессия АФК Системы. Об основных темах и предварительных итогах сессии расскажет вице-президент по стратегии развития Артем Засурский. Стратегические сессии играют особую роль в жизни корпорации. В этом году, на самом деле, это непростой год. Первая стратегическая сессия проходила ровно 20 лет назад, в 2001 году. Таким образом, все эти 20 лет ежегодно менеджмент, акционеры, совет директоров корпорации собирался и обсуждал наиболее важные вопросы, которые в тот или иной момент вставали перед командой. В этом году мы особое внимание уделили обсуждению стратегии, потому что предыдущие несколько лет были непростые, особенно предыдущие. В мире очень многое поменялось, куча новых трендов, изменения в бизнес-процессах, масса трансформаций, того, что многие годы казалось нам привычным и казалось, что это навсегда. Также мы изучили на примере нескольких наших активов ошибки, которые были допущены в управлении или в инвестиционном процессе. Попробовали сделать выводы из того, что мы сделали правильно на основании тех событий, которые мы явно записываем себе в плюс, в актив, например, рост, который случился с компанией Озон. И мы посмотрели на всю историю нашего владения этим активом, какие решения принимались и так далее. В целом, я считаю, что сессия проходит очень интересно. Нам еще, мы примерно прошли сейчас экватор, предстоит еще полтора дня. Поэтому надеюсь, что участники получают удовольствие и вся компания получит огромную пользу от этого. Перенесемся на восток страны, где недавно завершился экономический форум. Электрозавод и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключали соглашение о модернизации объектов распределенной генерации и ЖКХ. В рамках соглашения планируется использование возобновляемых источников энергии. С инвестиционным агентством Приморского края договорились о реконструкции техническом перевооружении объектов энергетики и электроснабжения Приморья. Электрозавод также поддерживает инвестпроекты на Сахалине и Курилах в рамках соглашения с Корпорацией развития Сахалинской области. С республикой Саха-Якутия группа компаний «Элемент» заключила соглашение о развитии проектов в области высоких технологий. Стороны займутся реализацией совместных проектов в сфере навигации, локализации серверного и сетевого оборудования, импортозамещения и интернета вещей. Корпорация наращивает и присутствие в Сибири. АФК-системы и правительство Иркутской области договорились о реализации совместных инициатив и инвестиционных проектов в регионе. Сотрудничество будет осуществляться по целому ряду направлений. Это и развитие телекоммуникационной и туристической инфраструктуры, сферы жилищного и инфраструктурного строительства, а также лесопереработки медицинских услуг и информационных технологий. В Костроме прошел благотворительный фестиваль «Система Фест», организованный благотворительным фондом «Система». Он нацелен на школьников и их педагогов. Вместе с учителями ребята пробовали себя в разных профессиях и познакомились с культурным наследием Костромского края. А также участвовали в интерактивных воркшопах по экологическим источникам энергии, программированию и IT-технологиям. На этом у нас все. С вами была Ольга Хмелевская и Элизабет Люкшинова. Еще больше новостей на нашем сайте «Система.ру» и в телеграм-канале «Система.Ньюз». Всем хороших выходных и отличного настроения!